Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну, Россия страна-бензоколонка, или уже нет? Дело в том, что действия российского правительства, они настолько идиотские, настолько предсказуемо идиотские, то есть вот из всех идиотских решений, которые можно принять, они принимают всегда самое идиотское, и потом сильно гордятся этим, как вот достижением, я не знаю, там, пятилетку за три дня. Вот, что я имею в виду, значит, на России же дефицит дистоплива, это уже очевидно абсолютно, цены галлопируют, цены растут, это в стране, которая там сидит на нефти, типа, и вот распоряжается нефтяными потоками 100 пароходов влево, 200 пароходов вправо, вот. Это венесуэльский вариант, чисто венесуэльский вариант, вот, а внутри нету, значит, ни бензина, ни дистоплива, цены растут, того не хватает, а сего не хватает, что делать? И вот российское правительство принимает единственное с их точки зрения, а у них она всегда очень убогая, крайне убогая точка зрения, возможное решение, это запретить или серьезно ограничить вывоз бензина и дистоплива из страны бензоколонки. Опаньки, красота, ребята, видите, и санкции, а вы говорите, санкции не действуют, да, что вот они купили целый флот из старых этих танкеров и вот гоняют, значит, зарабатывают валюту этими танкерами, перегоняя дистопливо, бензин танкерами к конечным потребителям. И что в результате? Ну, вот я хочу спросить, россияне, ну вот вы гордились этим флотом. Как вы всех вжарили? Ну, понимаете, вы же не, ваши правители, не вы, вы не можете этого понимать, ваши правители, они тупые, да, и они не могут просчитать на шаг вперед. Санкции, вот они понимают, что санкции, вот ввели санкции, а на завтра ни хрена не произошло. О, зажибись, санкции не работают, понимаете? А на самом деле санкции это вещь такая, которая, ну, ваши же Гарвардов не кончали, они дурачки, они кончали МГУ, учили там историю ЦК КПСС, ну и прочую лабуду. Вот, а в истории ЦК КПСС не объясняются элементарные принципы действия рыночной экономики. Ну, потому что некогда там объяснять, вот этот лектор по ЦК КПСС, ВКПБ и что там еще, это все прочее лабуде, он просто не в курсе материала, да, он может рассказать, когда Ленин пописал там через окно на голову Крупской. И это он расскажет с удовольствием, в каком году, как это было, в какой он позе стоял, и как Крупская, как говорится, принимала золотой дождик. Это да, но все остальное он рассказать совершенно не в состоянии, как и связь, значит, между санкциями и ценами на бензин и на нефть внутри страны бензоголонки. Рассказываю. Что получается в результате? Вы, ваши дурнуватые правители с тем, чтобы у вас цены, как говорится, стабилизировать, закрывают, закрывают экспорт нефтепродуктов. Молодцы. Где будет оставаться в этом случае бензин и солярка? Правильно, внутри страны. А теперь объясните мне, каким образом раньше субсидировалась вот эта низкая цена на бензин и на солярку? С одного раза объясните. Правильно, за счет экспорта этого всего. То есть на экспорт это дело продавалось дорого. Правильно? Соответственно, государство могло платить кому? Правильно, дети мои. Нефтяным компаниям субсидии. Чтобы нефтяные компании что делали? Правильно, дети мои. Продавали дешевую, дешевый бензин и солярку на внутреннем рынке. Вот схема понятна, да? Я думаю, даже идиоту понятна. А что теперь происходит? Что сделали с экспортом? Ну, с экспорт по трубопроводам. Все, давным-давно все. Путин же всех переиграл. А теперь все, еще и экспорт по... Правильно. Танкерный флот, да? Все, потому что там будет 10-15% от того, что было раньше. Может 20, может 50%, не больше. Соответственно, денег и так было меньше. Будет еще меньше. А теперь объясните мне с одного раза. А чем же теперь субсидировать низкие внутренние цены? Правильно, дети мои? Нечем. А теперь объясните мне после этого, что произойдет? Вот тут с одного раза, объясните. Ну, не дураки. Правильно, дети мои. Нефтяные компании, не имея прибыли, что будут делать? Правильно, сворачивать производство. И что будет с бензином и с соляркой? Правильно, его не будет. А что будет с ценами? Правильно, они вырастут. Вот это многоходовочка. Путин всех переиграл. Затягивайте ПСА. Все будет Украина. Продолжение следует...